В школу по-новому. С 1 сентября первоклассники пойдут учиться по территориальному принципу, то есть по месту жительства, изменится и сама система обучения. В Черкассах учителя и родители выступили против нововведений. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Такие уроки английского у пятиклассников первой городской гимназии, в отличие от обычной школы, четыре раза в неделю. Здесь практикуют углубленное изучение иностранных языков по новейшим технологиям. Пятиклассница Мария английский уже знает на разговорном уровне, но останавливаться на этом не собирается. Я уже учаю немецкую мову с пятого класса и китайскую мову. Еще я хочу учить по субботам дополнительно испанскую мову. От обычных школ эта гимназия отличается не только углубленным изучением иностранных языков, но и методами. Перед зачислением дети проходят строгий конкурс. Иногда по четыре-пять человек на место. Для того, чтобы прийти до нас, они должны уже знать, что было. Была співбесідь, они должны знать какую-то базу. С нуля у нас не было, потому что они уже читали. Но с первого сентября гимназия станет обычной школой. Так прописано в образовательной реформе. Детей будут набирать не по знаниям, а по месту жительства. В округ первой гимназии попадает часть центрального района Черкас. Директор в отчаянии. Заведение рассчитано на 670 учеников, а желающих в несколько раз больше. Некоторые родители будущих первоклассников правдами и неправдами прописываются в центре. Лишь бы дети учились здесь. Нам оптимально два. Два класса. А нам пропонуют сейчас, скажут, наберите три-четыре. Три-четыре – это будут великие сразу у нас. Практично мы через год переходим в другую измену. Реформы возмущены родители нынешних учеников. Говорят, нововведение ударят и по учебной программе. Она станет одинаковой для всех школ. Они уверены, с первого сентября об углубленном изучении иностранных языков детям можно будет забыть. Мы не против реформы. Мы против того, чтобы нам навязывали какую-то другую думку, чем ту, которую мы имеем. Мы хотим сохранить гимназию, сохранить изучение иностранных языков. В Черкасском управлении образование успокаивают. Реформа будет внедряться постепенно. Нынешние ученики будут учиться по старой программе, а вот первоклассники уже по унифицированной. Да и гимназия останется. Будут школы по первому, другому уровню. То есть это будет початковая школа. Потом с пятого по девятый класс. Это будут все школы гимназиями. Абсолютно все школы Украины. И 10, 11, 12 класс. Это все школы Украины будут лицеями. Но родители учеников первой гимназии уже собирают подписи под обращением к городским властям, чтобы депутаты на местном уровне хотя бы урезали гимназию, округ из которого должны набирать первоклашек. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.